Друзья, всем привет! Жука Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Выпуск сегодня будет довольно короткий и, вероятнее всего, не будет попадать в рекомендации к новым пользователям. Поэтому труп подписчиков канала прошу поддержать лайком и комментарием. Друзья, смотрите, у нас с вами все-таки начался рост внутри канала, тот рост, который мы с вами довольно долго ждали. Единственное, конечно, странное, что в данной ситуации немножечко перед ростом мы с вами не откатились, но это, блин, и не страшно, потому что неоднократно я говорил, что те зоны уже хорошие для входа в лонг. Ну и, соответственно, те, кто решили прислушаться к моим рекомендациям, ну и сейчас, собственно говоря, тоже в неплохом плюсе. Давайте совсем кратко поясню за превью. Действительно, довольно большое количество людей пишет про этого аналитика DaVinci, который еще когда-то там предсказал, что у биткоина есть огромное будущее. Друзья, во-первых, прогнозы его, они очень вырваны из контекста, потому что я смотрел весь его канал, абсолютно, то есть этот человек в основном говорит о торгах на серебре, о биткоине он буквально немножечко говорил, и эту тему решили вырвать из контекста, видимо, реально для того, чтобы манипулировать массами. Ну и второе, самое странное, если чувак еще исток возрождения биткоина верил во всю эту идею, почему сейчас он не отличается повышенным достатком. Торгую на криптовалюту я второй год, я уже почувствовал нехилые плюсы, учитывая то, что как минимум весь прошлый год мы торговали падающий рынок. Поэтому здесь я хотел бы ставить свою ремарку и сказать, конечно, надо получать информацию извне, но надо ее очень сильно фильтровать, ну и как минимум относиться к информации подозрительно. Даже мои прогнозы стоит проверить. И сразу хотел бы закрыть еще один вопрос. Тоже осточертели мне писать с биржи, на которой мы торгуем. Ссылку на эту биржу вы всегда можете найти в описании. Ой, кстати, из этого сейчас еще один момент. Сейчас про биржу скажу. Напоминаю, в Телеграме есть мошеннический канал, который прикрывается моим именем, и они продают подписки. Поэтому ни в коем случае не ведитесь, у меня нет Телеграм-канала. Теперь по поводу биржи. Мол, неким индивидам говорят, что надо предоставить справку, откуда у них деньги и тому подобное. Это обыкновенная банковская выписка. Данную банковскую выписку надо заказывать на английском языке, ну и, соответственно, предоставить копию на биржу. Я хотел бы вам объяснить то, что регистрация на бирже – это серьезный процесс. Это не зарегистрироваться в онлайн-игре. Вы работаете с реальными деньгами. Да, в паре криптовалюте, но все равно это довольно серьезная площадка, поэтому то, что вас просят предоставить свои личные данные – это абсолютно нормально. И никоим образом вас здесь не ущемляет. Ладно, давайте по курсу. На данный момент у нас с вами произошел отскок к уровню… Ну, на самом деле, зафиксировались мы на уровне 3700 долларов. Здесь довольно важный момент. Вообще, сетап, который мы сейчас с вами наблюдаем, довольно неплохой для продолжения роста внутри канала. Но так как некоторые биржи сейчас начали приосновывать работы на технические обслуживания, это дает мне понять то, что действительно сейчас довольно большое количество покупателей. Ну, а маркетмейкеры, либо крупные игроки на некоторых площадках, где есть договоренности, это ни для кого не секрет, а открытая информация, возможно, еще не успели войти. Есть предпосылки для того, чтобы мы с вами пошли к нижней границе глобальной фазы накопления. Поэтому здесь довольно важный момент, и я рекомендую вам, тем, кто не торгует на той же бирже, что и оставит в район 3640 плюс-минус, либо, соответственно, на этот уровень расставлять будильник. Если мы будем с вами пробивать этот уровень, то стоит продавать свой актив. Потому что с того уровня до уровня 3450 плюс-минус нас ничего не держит, и в любом случае мы сможем там перезайти. Теперь лично за свои сделки. На данный момент я вчера довольно долгое время сидел на бирже, принимал решения, анализировал, решил не выходить на этом уровне. Решил все-таки сделать будильники, ограничить себе вот этот вот уровень 3600, и пока никоим образом не фиксировал свои активы, потому что есть предпосылки для продолжения роста к уровню 3900-4100. В принципе, друзья, на уровне 3700 мы с вами довольно неплохо зафиксировались, и сейчас объективно это неплохая точка входа. Но я все-таки обращаю ваше внимание, что мы с вами торгуем не на стандартном фондовом рынке, здесь могут очень жестко спекулировать активом, поэтому очень аккуратненько. Вообще точка входа неплохая. И вариант сейчас продолжить движение там до уровня 4000 плюс-минус, я рассматриваю как наиболее вероятный. Также насчет эфирма. Меня спрашивают, что с ним делать. Ну, во-первых, уже, наверное, на протяжении недель-двух я давал уровень на закуп 105 долларов. Кто-то зашел. Соответственно, те, кто зашел, сейчас наблюдают его на уровне 121 доллара. Также наблюдаем за ситуацией с приостановкой работы бирж. Но также хотел обратить ваше внимание, все равно с эфиром очень аккуратно. У нас с вами планируется в конце месяца хардфорк. Есть нехилая вероятность то, что его реализуют. Да, я в курсе то, что он может переползти на начало марта из-за скорости добычи блоков, но промежуток в неделю тут особо ничего не играет. И как минимум в преддверии этого события, даже если оно не будет реализовано, то мы с вами должны будем наблюдать локальный рост. Вероятнее всего до уровня 140-150 мы его наверняка с вами увидим. Если будет больше ажиотаж, то где-то уровень 180-200 плюс-минус. Там уже надо будет фиксироваться, потому что, ну, это уровень, который технически оправдан для того, чтобы фиксироваться. Друзья, мыслями с вами поделился. Внизу лайком или дизлайком оцениваете выпуск. Также делитесь своими комментариями. Ну и если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Работаем. Продолжение следует...